Доброго времени суток, дамы и господа. Поздравляю вас с первым днём весны. Сегодня у нас 1 марта, в Вове ещё и среда, открыли виктель лут, улыбнулись, конечно же, полученным интересным вещицам, ну или взятым шестимоняткам. И также не забываем про журнал путешественника, так как первое число нового месяца награды в журнале путешественника тоже обновились. Собрав в 1000 очков, мы, конечно, не получаем в этом месяце маунта, мы получаем трансмог сет. Многие называют этот трансмог сет, сет для клоунов, клоунский сет, но у него есть иное название. Сет клоуна это как-то грубо, это как-то некрасиво говорится. Мы же получаем бубенцы, орликина, ярмарки, новолуния. Шапка топовая, шапка мне реально нравится, кайфовая, очень классная. Таких шапок, по-моему, в Вове просто-напросто не имеется. Конечно, кто-то хочет получить сет быстрее, кто-то не будет с этим торопиться. Я прекрасно понимаю обе эти стороны, прекрасно их принимаю, но все же в этом видео поговорим о том, как быстро получить данный сет. Расскажу на основе каких поручений сделал его я, ну и чуточку дам подсказок. Поехали. Открываем путеводитель по выключениям, открываем журнал путешественника и смотрим. Выполните 30 заданий. Считаются абсолютно любые квесты. Квесты на профы, локалки, квесты на твинках, викликвесты различные, которые на суп, к примеру, делаются на твинках ради получения мешочка алхимических приправ. Далее, 15 локалок. На текущий момент идет викликвест на 10 сделанных локалочек. Этот квест, конечно, можно сделать на многих твинках, разумеется. И таким образом мы сделаем суммарно 15 локалок. Также за каждые 10 выполненных локалок на каждом персонаже при взятом квесте мы получим знак с какой-либо фракцией на выбор. Получаем 2500 репутации. Если мы можем переслать этот баджик на какого-нибудь другого персонажа, то мы там получим х2 или х3. То есть таким образом мы получим 5000 репутаций с данной фракцией или вообще 7500, что актуально для данного поручения. Повысьте репутацию среди фракций Драконьих Островов. 4000 репутаций нужно получить суммарно. Это при входе в игру засчиталось. То есть когда мы делаем хранительные мудрости, то нам нужно сделать все квестлайны. Этот квестлайн у меня уже был давно, конечно же, сделан. Соберите 30 кровавых жетонов на Драконьих Островах. Выполните локальное пвп задание на Драконьих Островах. Идем в главный городок. Включаем вармод. На текущий момент актуальная локалка это победный кряк. Идем ее делаем. И она засчитывается как выполненная пвп локалка. И также за любую пвп локалку мы получаем 50 кровавых жетонов. Что достаточно для выполнения поручения на сбор 30 кровавых жетонов. Круто-круто. Далее. Частные заказы на предметы. Это просто-напросто с мейна на твинка можно закинуть. С твинка на мейна какие-нибудь там болты инженерные или стритовые. Или как они там правильно называются. Далее. Лопатки на кузнечку можно закинуть. Ткань какую-нибудь в портняшку. Инструменты различные в любую профу зеленого качества. С целью того, чтобы потом их науки продать. Подумайте, как вы можете это все прокрутить. Победите боссов не в подземелье на Драконьих Островах. Любой ворлдбосс. На текущий момент это лесконот. Далее. Скопление тайных самоцветов. Это друзы. Видосик отдельный был по друзам. Вообще, что это такое? Это редкие сокровища. С почвы и с сумок. От Драконьей Экспедиции. Ну, если кратко, да, рассказать. Получите игрушку эффектного образа. Если у вас есть какая-то игрушка из перечисленных, вы получите этот пункт. Я в игру зашел, мне сразу дали 250 поинтов. Это, конечно же, круто. Дальше идет уже все остальное. Думайте, да, что может вам интересно делать. Может вы там пвп-шер жесткий и будете просто хонор набивать. Подумайте об этом. Также есть одно интересное поручение. Измените внешность своего спутника на Великой Охоте. Я не зря тут стою. Мы подходим к наставнику Фродруму, который находится в Марукай, равнина Анары, да, главный лагерь кентавров. Хочу изменить внешность спутника. Что-нибудь кликнем. И по идее оно должно было засчитаться. Но не засчиталось. У Близзов много багов. Они вообще даже с кошкой наворотили то, что используется кошка. А мы бегаем на своих двух ногах. И иконка зеленая. Очень хорошая игра. Как-то так. Делайте поручения. Лутайте поинты. И лутайте сет. Если он вам нравится, конечно, перетрансмагрифицируйте своего персонажа именно в этот сет. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.